Всем привет! Это мое новое видео и обзор щита управления LOSS. На моем канале уже есть пара видео обзора управления LOSS, наверное будут тут или в этом углу. И этот щит заслуживает особого внимания, потому что он сделан немножко по-новому. Здесь используется контроллер PR200 и благодаря этому немножко изменилась полностью его архитектура. То, что здесь, вы видите, меньше стало органов управления контрольных. И то, что я сейчас у меня технологии предварительного проектирования щитов, также повлияло на сам этот щит. Давайте посмотрим, что у него внутри. Сначала снаружи, конечно. Значит у нас есть индикация об ошибке. Это световая и звуковая индикация ошибки. Это кнопка сброса ошибки и кнопка режима аварийного с одной воздуходовкой и аварийный режим с другой воздуходовкой. В этом щите есть не два режима, ручной и автоматический, а есть три режима. Это ручной, автоматический и аварийный. Аварийный режим это режим, который идет в обход работы контроллера. То есть если контроллер вышел из строя, то как бы релейной схемой мы можем замкнуть. И он работает всего лишь-навсего одним поворотом рычажка. Потому что это аварийный режим и не обязательно прям вот выставлять там вот этот клапан открой, вот эту воздуходовку включи как бы. Здесь в аварийном режиме нужно, чтобы лос проработал, продержался день-два пока щит починится. Мы переключили и открылся клапан аэрации и клапан окисления. То есть клапан аэрлифта не открывают. Потому что без аэрлифта в принципе воздуходовый лос может продолжать функционировать там и пару дней. Это не страшно. А вот эти два процесса, они обязательно для того, чтобы бактерии не умерли. Поэтому как бы он просто открывает как бы несколько сразу процессов и включает их просто в аварийном режиме. Здесь как бы все просто. Конечно, реле защиты, реле контроля фаз, который защищает двигателя воздуходувок. Автоматы защиты, воздуходувки, реле контроля фаз, контрольные автоматы. Все здесь линии как бы защищены автоматами. Два контактора защиты потоку. Два балласта для ультрафиолетового освещения. Опять же, я использовал клеммные зажины Климсан здесь. Все еще я их люблю. Мне все еще нравится и доставляет удовольствие с ними работать. Держатели предохранителей. Здесь три предохранителя. Один для контроллера ОВИН, два для балластов. И здесь, что нового я использовал, я использовал клеммники Климсан для шин. Как вы помните, я всегда использую эти ваговские зажимы. Многие говорили, что их нельзя использовать или зачем ты их пихаешь щиты. На самом деле, не то, что допустимо. Они даже для этого и разрабатывались. У вага есть даже специальный держатель на один рейку, чтобы на один рейку эти 222 зажимы туда вставлять. И потом туда вставлять провод. И даже провод можно потом с трейн-релиф. Можно хомутом поджать, чтобы он аккуратно сидел. То есть, их можно, но они даже предназначены для того, чтобы использовать в качестве шин. Поэтому у меня просто на один рейке не держались. Вот так вот торчали. Конечно, может это не супер элегантно, но в принципе вполне допустимо. Здесь, в этом щите, я решил проверить, испытать новую технологию. Когда я раньше делал щит, то у меня каждая сеть была одного номера. Допустим, выходит с автомата контрольная фаза, и она заходит на лампочку индикации, она заходит питанием на реле времени, еще куда-то. И у меня у этого потенциала, то есть у этой сети был один номер общий. И этот номер был на автомате и на всех питающих проводах устройств, которые находятся в щите. Это удобно. Я смотрю на номер, я сразу понимаю, к какой сети это все относится. Но если мне нужно конкретный провод протянуть, где он объединяется уже в клеммничке ВАГа, какой именно провод отсюда или отсюда проходит, я никогда не мог в принципе знать. И это не так в принципе важно, то есть это вполне допустимо, но мне было интересно, что будет, если сделать так, чтобы каждый провод, даже одного потенциала, имел все равно свой собственный номер. И вот когда я в схеме использовал уже непосредственно клеммники, то каждому номеру при нумерации, каждому проводу присвоится свой собственный номер. И теперь у меня на одном потенциале разные провода по номерам. И я их непосредственно вижу. То есть если выходит 88-й, то я его и найду. 88-й номер на другом конце. Кстати, вот он выходит сюда, общий, питающий на выход. Ну, самое интересное, конечно, что здесь есть, у нас это контроллер. Контроллер содержит 4 экрана. Первый экран – это работа LOSS. Вот в уголку экрана видно 1-4, что это первый экран из 4. Значит, он листается, здесь несколько строк. Первый экран является информативным. Он сообщает о том, что сейчас происходит с LOSS. То есть по нему можно посмотреть, что включено, что выключено и так далее. То есть первая строка – это сообщение об аварии. Здесь есть 6 сообщений разных об аварии. Мы их посмотрим, когда будем смотреть обзор программы. Сейчас пишут, что авария РКФ. Это значит, что РКФ не переключил контакты. И это действительно правильно, потому что у нас не 380, а 220 подключено к счету. Естественно, ошибка РКФ вышла. Следующее – это какой сейчас режим стоит, ручной или аварийный. Потом – это какой уровень выбран, средний, интенсивный или слабоинтенсивный, или даже ручной. Об этом тоже поговорим о возможности уровней. Следующее – это время в минутах, которое осталось работать для аэрации. Затем – остаточное время для процесса окисления и остаточное время для процесса аэрлифта. На случай, если вы зашли, и процесс какой-то работает, и вам интересно узнать, какой именно процесс работает сейчас, вы можете сюда зайти и посмотреть, какой процесс работает, и сколько времени ему еще осталось на отработку. Для того, чтобы переходить между экраном, я запрограммировал к навеши «Альт вниз» и «Альт вверх». Он посчитал, что это будет более удобно. Вот второй – экран из четырех – это работа в ручном режиме. Здесь, во-первых, мы можем переключить в первой строке режим ручной или автоматически. Если мы переключили ручной, то мы можем открыть любой клапан в ручном режиме или включить ту или иную турбину. Также, если мы попытаемся включить турбину, не открыв ни один клапан, у нас будет ошибка о том, что мы пытаемся включить турбину, не открыв ни один клапан. И это будет видно на экране первом, где будет сообщение об ошибке. Следующий экран, третий из четырех – это настройки основные. Значит, здесь есть настройки такие – режим времени. У меня три режима работы. Как и на тех лосах кнопочных, если вы помните, это минимальный, средний, максимальный. Это оказалось очень практичным и очень удобным для людей. То есть им не нужно много думать. Подошел, выткнул там, допустим, лос по какой-то причине простаивал, и нужно быстро его перезапустить, включается интенсивный режим, чтобы как можно быстрее восстановить микрофлору. Или, допустим, наступает осень, сезон падает в пансионате, людей приезжает мало. И чтобы не перерасходовать энергию, включается, допустим, минимальный режим или средний режим. Также здесь у меня есть минимальный, средний и максимальный режим. Но в придачу к этому есть еще ручной режим. И если у нас выбран ручной режим, тогда мы можем выбрать, какую турбину. Автоматически выбираем турбину. А это значит, один день работает одна, другой – другая. И как бы она вот так вот моточасы выравнивает. Или же мы можем выбрать конкретную турбину. То есть вот эта турбина всегда дуть. Турбина 1 или турбина 2. И потом мы можем выбрать процессы. Здесь процессы программируются так. Не по часам, допустим, включить час работы, два отдыхаем. А сколько раз в день, на сколько минут мы включаем. Вот смотрите, например, процесс окисления. Мы включаем количество 32 раза, по 30 минут. Процесс аэрации 12 раз по 60 минут. Ну, 12 раз по 60 минут, сразу же понятно, что час работаем, час отдыхаем. Правильно? И Air Leaf значит 12 раз по 15 минут. Это значит 15 минут работаем, 45 минут отдыхаем. Это все по счету. Теперь давайте перейдем к компьютеру. Я покажу вам документацию, схемы и программу. Давайте посмотрим на схему этого щита. Итак, значит, у нас здесь есть вот питание. Я отключу сетку, чтобы она меньше нам мешала. Значит, это у нас потенциалы. Клемный зажим на ВРУ. Кабелем подключаемся к нашему щиту. Автомат защиты для РКФ. Сам РКФ. Силовая схема очень простая. У нас всего лишь две воздуходувки. У нас есть мотор на откачку уже готовой воды, на полив там или куда-нибудь. Две розетки в щит. И пару автоматов на контрольный контур и питающий контур различных реле. Схема питания ультрафиолетовых ламп. Каждый балласт защищен автоматом и предохранителем. Сам балласт подключается непосредственно к ультрафиолетовой лампе с кабелем 4х0.75. Схема управления. Значит, здесь мы видим релейную схему управления. У нас один из автоматов, который был в силовой схеме, сюда вот приходит контрольный контур. И здесь мы через непосредственно контакты, какие-то замыкающие, ручных режимов, переключатели, мы управляем катушками и дополнительными промрелей. Но если у нас включен автоматический режим, то, естественно, все замыкания и все контроли идут уже непосредственно через автоматический режим контроллера OVEN PR200. Значит, здесь я стал применять вот такие вот формы отчетов. Это клеммные зажимы, которые вы видели в щиту группами расположены. Вот они тут мне прорисованы. У меня есть схема компоновки самого щита. Это не автоматическая схема E-плана. То есть я не делал какой-то 3D-модели, ничего. Я его просто нарисовал простыми способами, вот, с крюльшочками, треугольничками, но в масштабе непосредственно сам щит. Вот пока что так. Я еще создал несколько вот таких вот страниц. Если я размещаю в своем щите приборы, таких, например, ЧИН, там, GD8, то я добавляю страницу. Это страница настройки и описания, как настраивать непосредственно прибор GD8 и как настраивать прибор защиты реле контроля FAS. Ну и разные отчеты, которые тематически генерируются. Список по значению устройства, перечень кабелей, схема подключения клемм. Вот таким вот красивым, удобным. Я немножко доработал форму, потому что номеров здесь не было. Я поставил вот нумерацию клемм, потом я поставил здесь, видите, маленькая красная точка. Это перемычки. Если есть какие-то перемычки, здесь они тоже отобразятся, что клеммы какие-то соединены между собой. Вот таблица сигналов ПЛК. Это очень важный документ для, может быть, какого-то будущего электрика, который будет дебажить щит или выяснять, почему это не работает. Здесь он увидит, какой контакт, что должен логически в контроллере исполнять. Значит, к этому щиту еще было создано руководство по эксплуатации. В нем я описал принцип работы полностью, лоса, чтобы понимать вообще, как функционируют лосы очень кратко. Органы управления использовал уже с Е-плана начерченный чертеж. И потом я описал работу. Это порядок включения, управления. Поставил вот рисунок самого ПЛК, ПР-200. И описал, как навигироваться между экранами, какие кнопки нажимать, как переходить, что на экранах отображается, и все экраны. Например, главный экран, и сколько у него строк, и какая строка, что значит, в дальнейшем под каждым экраном описано. Ну и последний документ, который мы посмотрим, который прилагается к этому щиту, это наша сама программа Вовин ПР-200. Все ссылочки на файлы, кроме, наверное, руководства по эксплуатации, оно и так понятно, я выложу в описании, в комментарии. А здесь вот кратко просто опишу, что происходит. Первый блок выбирает режим. У нас же здесь не два режима, а три режима. Это автоматический, ручной и, как я уже говорил, аварийный режим. Автоматический ручный режим управляется полностью через программируемое реле. Поэтому здесь мне нужно понимать, включен ли аварийный режим или нет. Если аварийный режим включен, то я выключаю и автоматический, и ручной режим, чтобы они не управлялись. А вот по этой переменной, которая связана с экраном, с настройкой на экране, я уже включаю, какой режим у меня сейчас включен. Итак, когда режим у меня включен, у меня сразу же идет выбор интенсивности. Как я вам показал, что есть четыре вида интенсивности. Это малый, средний, большой и ручной. Вот здесь они все присутствуют. В следующем уже в соответствии с этими режимами, которые мы выбрали, мы уже включаем или выключаем процесс, если, естественно, мы находимся в автоматическом режиме. Или же, если мы находимся в ручном режиме, выход у нас один. Мы включаем тот или иной процесс. Это аэрлифт, аэрация или окисление. Здесь мы уже включаем непосредственно сам двигатель. У нас идет выбор, какого двигателя. Во-первых, у нас автоматический режим. В автоматическом режиме двигатель, как мы видели, может выбраться вручную. Я хочу или эту воздуходувку, или эту воздуходувку. Или же, я хочу, чтобы она выбиралась день один, день другой. Автоматическое вранье моточасов. Или же, в ручном режиме я хочу явно задать, какую воздуходувку мне выбрать. В результате этого логического блока у нас или это, или это воздуходувка подсвечивается, и как бы приготовляем к работе. Это просто выбор, какой двигатель мы включаем. А теперь уже непосредственно мы включаем. Вот блок Motor Start. Извините. Мы включаем сам двигатель. И если у нас по двигателю зашибка, ведь у нас здесь заходит и GD, и нормально открытый, то есть вдруг реле не замкнулось, или же сгорела, допустим, катушка питания контактора, или же сработала GD8, то у нас будет здесь ошибка. Если ошибка есть, то вы видите, она связана с запуском следующего мотора. То есть ошибка запуска одного мотора становится пусковым запуска другого, а ошибка этого мотора становится пусковой для вот этого мотора. Таким образом, это не ограничено никак ни автоматом, ни ручной, ни аварийной. И как бы то ни было, если автоматический или ручной режим, если одна воздуходувка отказалась, даже в ручном режиме с явно выбранной воздуходувкой этой, то вот эта вторая воздуходувка будет пытаться запуститься вместо нее. Ну и вот здесь небольшой блок. Это просто, чтобы на монитор вывести, какой уже режим у нас включен. Так у нас их три. Преобразование из булевой в интегер. То есть 0, 1, 2 или 1, 2, 3, я сейчас не помню. Какой режим включен? Автоматический, ручной или аварийный? И блок алертов. Этот блок я уже освещал подробно. Этот блок универсальный. Я сегодня его практически в любой программе использую. Он очень удобный. У меня в нем уже есть разные выходы. Там и номер ошибки. По номеру ошибки у меня есть блок мигателя, который может там мигать. Если ошибка 4, он будет 4 раза мигать, там 3 раза, чтобы оператор там, допустим, просто по одной лампочке мог быстро увидеть, какая ошибка сработала. Он также регистрирует ошибку, держит, пока не держится сброс, даже если она уже устранена. Как бы, ну, такой блок, который... И, кстати, вот еще преобразует ошибку в Word. И таким образом я упаковываю, как бы, вот этот вот набор бит в один байт. Таким образом я могу использовать это с панелью IP320, так как ошибки, алерты в программе IP320 можно использовать только последовательно. То есть одна, вторая, третья. И я не смогу, допустим, в сетевых переменных, которые у меня создаются... Где они? Вот они. 512, следующее там будет 513. Когда я преобразую этот регистр, то они будут далеко друг от друга. А мне надо, чтобы они шли один за другим. Поэтому здесь вот я преобразую в один единый регистр. И уже внутри этого регистра у меня каждый бит, это как бы состояние ошибки. Специально сделано для работы с панелью IP320. Но, если честно сказать, еще пока не проверено. Вот и все по программе. На этом все. С вами был Сергей Романов. Подписывайтесь на мое видео. Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Мне очень интересно знать ваше мнение. И до новых встреч.